Всем привет! Меня зовут Толик. Я учусь в школе журналистики, и в этом году я впервые сел на мотоцикл. Максимум адреналина под шум моторов. Ребята из Кировской школы по мотокроссу знают не только о том, как оселать сверхжелезных коней, но и как их правильно подковать. Да, эмоции при виде такого количества мотоциклов бьют через край. А уж когда оказываешься за рулем этих железных коней, то и говорить не приходится. Одним словом, драйв. Занятия в школе по мотокроссу проводятся на базе Кировского центра детского творчества «Хибины» под руководством Максима Лутовина. Для молодого преподавателя мотоциклы это не просто хобби-профессия. Это семейная традиция. Ведь когда-то детской секцией по мотокроссу руководил его отец. Любовь к мотокроссу привел отец. В 12 лет купил первый мотоцикл. Это было в 2004-2003 году. Кавасаки. Старенький, правда, был. Ну ничего, нормально привыкли. Но сейчас на нем же занимаются дети. В этой спортивной секции принято заниматься семьями. Так уж получилось. К примеру, Артур Лимонов последовал примеру своего двоюродного брата и решил, что его призвание – это техника. Ну я думаю, всем, наверное, нравится кататься. Хотелось бы, чтобы она не ломалась и ничего с ней не было. Вот. Но так не получается. И если Артур занимается всего год, то его брат Егор в этом деле уже давно не новичок. Скажи, а среди всех этих мотоциклов есть твой первый мотоцикл? Да, есть. Вот он стоит. И как он себя ведет? Хороший мотоцикл? Да, хороший. А сейчас ты на нем ездишь? Нет, не езжу. Ездит мой старший брат на нем. А на каком? Ты сейчас? Вот. На этом езжем. И есть ли у него какие-нибудь преимущества перед вот этим? Есть, он маленький. Как раз мне по росту. То есть больше к тебе подходит? Да. Понятно. Умение держать дорогу, выполнять сложные маневры, продить препятствия – все это, конечно, главное качество необходимой гонщику. Но помимо всего прочего, ребята получают знания о том, как поддерживать свою технику в рабочем состоянии. Дети в первую очередь просто проверяют гаечки, болтики, чтобы все были на месте. А ребята, которые подросли, уже проверяют, чтобы работало все хорошо, четко, без всяких стуков. Здесь учатся ребята разного возраста. Кому-то еще только шесть, а кому-то уже почти восемнадцать. И все они чувствуют себя настоящими мужчинами. Вот что там, например, некоторые не могут даже сесть на мотоцикл и завести его. Там уже некоторые даже в моем возрасте гоняют на них очень быстро. Единственное, о чем переживает преподаватель будущих гонщиков Максим Лутовинов – это недостаток практики катания, особенно в зимнее время. Еще хотелось бы, конечно, зимнюю трассу, потому что зимой вообще почти не тренируемся, а около гаража – это просто по катушке, можно так сказать. Своей зимней трассы у ребят из Кировского мотоклуба нет. И сейчас они в основном тренируются в других городах. Когда растает снег, наши мотоциклисты откроют летний сезон соревнований в Кировске. Редактор субтитров А.Семкин